Это метрическая книга Воткинского Благовещенского собора 1840 года. В такие вписывали имена брачующихся, умерших и родившихся. 178-я запись в этой – отметка о рождении Чайковского. Документ уникальный и исторически ценный. Он хранится в сейфе, мы его не достаем. Хранится в связке, в коробке, соответственно, обеспечивается сохранность. Для пущей сохранности документов исторической и государственной важности в архивы хранилища круглый год – плюс 17 и влажность 50-55%. Здесь под запретом паровое отопление. Комфортный режим для вековых бумаг обеспечивает система кондиционеров. У нас стоит чиллер на улице. По проекту нам два положено. Стоят они сейчас два, но подключен один. И охлаждается с помощью тассола. Если я не ошибаюсь, то сейчас в здании где-то примерно одна тонна тассола. А здесь документы страхуют от старости или несчастных случаев. 100 тысяч листов, в том числе и метрическая книга с записью о рождении Чайковского, теперь будут храниться еще и в электронном виде. В сентябре Центральный архив Удмуртии получил дорогостоящее оборудование для сканирования. Самое главное, что убережно, это бесконтактное сканирование. То есть листочки никуда не укладываются. Сканируется без повреждений. В соседней лаборатории сведения с бумаги переносят на пленку. Сегодня документы Камско-водского завода аж за 1800 год. Специалисты говорят, в таком виде особо ценные записи могут храниться вечно. Это здание Центрального архива на Камбарской обживают уже два года. До этого архивные фонды их ютились в малоприспособленном здании на Удмуртской. Но и здесь с ремонтом до конца еще не управились. На очереди реконструкция первого этажа. А это 80 миллионов рублей. Архивариусы говорят, окончание ремонта было бы лучшим подарком к 90-летию архивной службы Удмуртии. Круглую дату работники архивной отрасли отметят в следующем году. Анастасия Редько, Андрей Бусыгин, Альбина Гореева, телеканал Майя Удмуртия.